И, смотрите, я дома! Наконец-то я дома! Взяла, сегодня купила пиццу опять. Сегодня была уже другая мастер. Мастер или повар, да? Правильно звать? Другая была. И, соответственно, конечно, по-другому. Тут чуть-чуть сыра не хватает по краю. Мне кажется, до этого было лучше. Вот, колбаска одна отлетела маленькая. Кстати, мне так нравятся эти мелкие колбаски. По-моему, они охотничьи назывались. Короче, сейчас я покушаю и все вам расскажу. Что, как было, где было. У вас это будет через секунду. А у меня через какое-то время. Не отключайтесь. Так, я покушала, отдохнула. Камера тоже отдохнула. И теперь давайте посмотрим, что же я купила. Заходила я в магазин и купила вот это. Как вы думаете, что это такое? Напишите в комментариях. Такая бумага. Мне, кстати, очень нравится такая бумага. По-моему, это называется крафт-бумага, что ли, как-то так. Написали? Вы пишите, а я пока буду тихонько открывать. Правда, тихонько не получите, скорее всего. Пишите? Пишите, пишите. Здесь, на самом деле, конечно, да, может быть, все что угодно. Вуаля! И смотрите, что это у меня здесь. Какие они красивые. На каждую, что я завернула. Как она их запрятала прям. Ложечки. Посмотрите, какие они красивые. В прошлом году я уже покупала набор из шести штук. То есть, в принципе, у меня уже есть. Мне кажется, они другие. У меня уже есть. И они мне очень просто безумно понравились. И, естественно, конечно, мне их не хватает. Стараешься все время взять именно такую ложку, а не из старого набора. И они очень быстро как-то заканчиваются. Вроде помоешь, положишь. В итоге лезешь туда в шкаф. Их там не обнаруживается. Начинаешь искать. И, короче, чтобы такого вот не было, я купила еще. Вышло у меня где-то это в полторы тысячи. Всего лишь. Так, и вилки. Ай-яй-яй! Закрутили. Так, закрутили прям. Вот. И вилки. Ножи я покупать не стала. Они мне не нужны, честно. Не нужны ножи. Зачем? Сейчас я вам покажу старый набор. Ну, вот, кстати, которому год. Ну, он с каплями здесь немножко. Не такой чистый. Ну, хотя, да, немножко они... Мне даже писали подписчики, что у кого-то такая ложка облезла. Ну, наверное, годы прошли. Здесь видно немножко, что она не такая. Это все-таки покрасивее. Вот. Точно такая же. Здесь, кстати, грязь не забивается. Мне это очень понравилось. Не засаленные. Не засаленные хотя бы. Здесь тоже так же одинаково. Вот. В том же магазине вместе с ложечками я купила и ножи. Вот такие ножи. Я их просто обожаю. Ну, здесь, по-моему, немножечко другие ножики. Ну, в принципе, принцип тот же. Вот у меня старый мой нож. Ну, мне кажется, он более вот... Сама вот эта вот металлическая штука, она более мягкая, мне кажется. Вот. Все-таки вот этот он как-то более лучше. Мне кажется так. Вот. Ну, и подешевле. Он был 168, а есть еще за 140 вот это вот дерево необработанное. Так. Давайте сейчас мы его с вами посмотрим. Я взяла 4 штуки. Потом я уже, уходя, подумала, что нужно было брать все-таки побольше. Опять нет моих ножниц. Ага. Ну, хотя, да, он такой, он гораздо плотнее вот этот вот. Тот штук. Немножко, конечно, они отличаются. Ну, да. Отличия есть у них. Ну, посмотрим. Хотела забрать оставшиеся 3 штуки таких там, которые остались. Но подумала, надо все-таки попробовать. Потому что вдруг мне не понравится он. Думаю, если понравится магазин. Ну, что здесь магазин, в принципе, рядом. Доеду, куплю или мужа попрошу. Вот. Ну, блин, они классные. Я им, знаете, честно, я им режу абсолютно все. Начиная, там, суп когда крошу, картошку крошу, там, так сяк делаю. Ну, абсолютно все, что тут есть. Даже хлеб режу. Все абсолютно. Мясо вот другим. И все. Вот у меня два ножа любимых. Вот. Короче, так. Вот этот будем пробовать. Эти пока оставим. Ладно. Это все мы убираем. Так. В том же магазине я купила прищепки. Они называются воробушки. Не знаю, почему они так называются. Странно. Сейчас скажете, Наталь, зачем тебе нужны прищепки в нашем мире? Уже на улице белье никто не сушит. Все, все. С ума сошла. С этой стороны не очень красиво. А вот с этой стороны прям мне понравилось. Вот тут вот деревяшечка такая. Тут тоже вот. А вот, вот. Да. Мне прям вот это понравилось. Прищепки я купила на самом деле для того, чтобы... Сейчас есть разные какие-то мастер-классы. Правда, я очень давно видела с деревянными прищепками. Что-то такое делают оригинальное, такое необычное. И поэтому я их решила купить вот две пачки. Стоили они где-то за по 65 рублей. У меня дома есть еще одна пачка. Я ее покупала на караване. Но там рублей за 150, наверное. Я помню, что было дорого. Я еще подумала, блин, почему так дорого? Ведь деревянные прищепки просто. Ну, короче, купила. Я думаю, мы с вами из них что-то сделаем. Здесь была, кстати, порванная упаковка. Но все на месте, я посчитала. Так, что там дальше? А, дальше я пошла в перекресток. Прихожу я в перекресток. И вижу, что эти мандарины стоят 65 рублей. Так, как мы сейчас точно посмотрим. А, 69 рублей стоят. При том, что они до этого стоили... А, ну, вот мы с вами, да, в прошлый раз покупали на днях, да. Вот они, те же самые мандарины. Перекресток. 109 рублей было. 109, а... Да, за килограмм 109. А мелкие стоили 69 рублей. Ну, 70 рублей вот почти. Мелкие. Мелкие закончились, а на их месте появились большие. А цена осталась. Ну, естественно, как же? Наталья подумала. Подумала, подумала и подумала, и думаю я. А дай-ка я наберу больших мандаринов по той цене. Та, которая была на маленькие мандарины. Наберу побольше. Ну, я так взяла мешочек так. Его поставила там. Набираю, набираю. Он так. Смотрю, тяжеленький. Набираю, набираю. Опять тяжеленький. Ну, думаю, ладно. Много набрала. Хватит. Ставлю на весы. Дотаскиваю с трудом. Ставлю... Так, сколько здесь? А там почти 4 килограмма. Ну, думаю, что, ладно. Возвращать, что ли, теперь? Ладно. Четыре, так четыре. Вот. Думаю, если на кассе скажут, мол, вы не те мандарины положили туда. Что-нибудь такое. Думаю, тогда откажусь. Нет, пробили. И получились у меня эти большие мандарины, которые стоили дороже. Получились, наоборот, дешевле. Представляете? Вот. Мандарины я очень сильно люблю. Я их просто обожаю. Съедаю их, как правило, очень-очень быстро. Поэтому они у нас пропасть не успеют. Вот они как раз вот те. Такие. Я еще вспомнила, как в прошлом году мне мама приносила два или три мешка вот таких вот мандаринов. Они у меня лежали на балконе, я помню. Потом в холодильнике лежали. Потому что перекрестки была на них большая акция. Вот. И потом вот ходи и думай, перекрестки-то дешевле, чем пятерочки. Гораздо дешевле. Пятерочки такие стоили... А, там нет ценника. 160. Примерно, да, такие же там с листочками. Гораздо дороже. Лимоны. Перекрестки подорожали. Приехали другие лимоны. Толстокорые, как я люблю. Вот. И цена, конечно же, уже поменялась. Уже 129. То есть, те лимоны стоили около 100 рублей. Там 99, по-моему, как-то так. То есть, уже 129. Ну, я взяла 3 штучки. Попробуем их. Как они будут. Так. Также купила печеньки. Такие вот. Ну, это, наверное, на них будет отдельный обзор. Их очень мало покупают почему-то. Не знаю почему. Мы это всё с вами отдельно посмотрим. Здесь у нас мульти-злаковые. Утренние печеньки. Есть ещё там было с мёдом. И какая-то ещё, не помню. Вот. Посмотрим. На них была акция по 65 рублей. А так они около 80 или 90 рублей стоят. Не знаю. Посмотрим, что там такое внутри. Интересно. Так. Ну, не удержалась, конечно. Я купила баунти. Захотелось мне. Пока я отдыхаю. Киткаты. Кстати, киткаты. Шоколадки стали появляться. Вот такие вот киткаты. Классные такие. На них тоже будет обзор. Они у меня лежат, но я не успеваю никак. Пока вот зима у бабушки. Я постоянно отдыхаю. Вечером приползаю просто уставшая, убитая. С трудом снимаю вам обзор. В итоге сижу потом там монтирую. Частями чего-то там как-то. Короче, просто сильно очень устаю. Дома с ребёнком я не настолько устаю. Я хоть немножечко делаю обзоры. Так. Также купила я вот такие вот салфетки. Целлюлёзные уже. Вискозные в прошлый раз были. В этом Сбермаркете я заказала. Перепутала. Вот. Купила целлюлёз. Здесь 53 рубля они стоят. Три штуки. 15 на 15 сантиметров. Ну, 53 рубля это не дорого. В рубльбоме стоит 150 рублей. Мама мне приносила на неделю. По-моему. А, я их уже убрала. Вот. Нужно их попробовать посмотреть по размеру. Подходят они такие же или нет. Ну, 53 всё равно, конечно, это много. Я помню, когда-то в Ашане, в Ашановске, были рублей по 15 они, наверное. Я вот недавно с мамой разговариваю. Мама, говорю, надо было мне целый ящик набрать на всю жизнь их. И вот протирала. Очень люблю им протирать пол, хотела сказать, этот стол. Потому что потом тряпочка сама просто высыхает и лежит сухая. А вот другие у меня гниют и всё. Тоже. Всё. У меня тут такой бардак. Так. Последняя покупка наша. Вот такие вот меринги шоколадные. От Палыча. У Палыча. Сейчас стало у Палыча. Раньше было от Палыча. А потом Палыч продал свой бизнес. Уехал в Москву делать новый. А тот, кто купил, уже сделал у Палыча. Ну, конечно, всё подорожало. Намного очень. Вот. Сейчас мы с вами будем пить чай и их кушать. Я их, кстати, очень люблю. На них, кстати, был обзор. На них был, по-моему, обзор отдельный. Там, если вы заметите, стоит у меня уже стакан с чаем. Сегодня у меня зелёный чай. Сейчас я это всё приберу и вас приглашу.